Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Диего Веласкес. Портрет генерала Барро. Испанская школа. К числу картин Берлинского музея, в особенности останавливающих на себя внимание его посетителей, принадлежит великолепный портрет тучного человека с непокрытой головой, стоящего в нише, опирающегося левой рукой на шпагу и попирающего ногами красной с белым знамя, усеянной золотыми пчелами. Точка зрения лежит несколько ниже картины и сильный свет изображен в ней падающим на фигуру также снизу, следствие чего эта фигура рослая и массивная, сама по себе кажется еще более колоссальной и пазантной. Кто изображен на этом портрете, можно догадаться по знамени с гербовыми цветами и знаками фамилии Барберини, лежащим под его ногами. Так как названная фамилия бралась за оружие только однажды, а именно тогда, когда Урбан VIII из рода Барберини выступил в поход против тосканского великого герцога, то изображенное лицо нельзя признать ни за кого другого, как только за победителей папского войска, за генерала Александра Дель Боро, стяжавший первой лаврой в 13-летнюю войну под начальством своего соотечественника Коломини. Прославившегося военачальника Филипп IV призвал в Испанию и сделал генералиссимусом своих войск. Впоследствии Дель Боро поступил на службу Венецианской Республики. Команду венецианским флотом он напал на Константинополь, но разорвавшаяся граната прекратила жизнь этого последователя итальянских кондотьеров. Если личность изображенного на портрете вполне установлена благодаря выше приведенным фактам и сверх того другим снабженным подписью портретом, находящимся во флорентийской галерее Делюфице, то относительно имени исполнителя этой картины шли большие споры. Во Флоренции, откуда она приобретена Берлинским музеем лет 30 тому назад, ее считали произведением Риберры, но она столько же отличается от его сухих безжизненных портретов, сколько и от портретов других итальянских живописцев его времени. Всего ближе походит она на некоторые портреты Веласкеса, например, на так называемого актера Музея Дель Прада, а так как Баро занимал важный пост при испанском дворе как раз во время деятельности Веласкеса, то всего вероятнее предположить, что портретировал тогдашнего испанского генералюсиуса и кто иной, как этот мастер. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров», художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока, до свидания.